Радио 54 Первое. Областное радио Спортивный туризм делится на две категории. Это дистанции и маршрут. Маршрут это когда ты идешь далеко-далеко, берешь еду, идешь подальше и там съедаешь. Так часто делают мужчины, когда на рыбалку уезжают. А, то есть это спортивный туризм, да? Есть на лыжах, то да. А есть дистанция? Да, дистанция. Это маленький кусочек отрезок, который нужно пройти с кучей препятствий. С отягощением. Да. То есть ты горизонтально, вертикально передвигаешься по помещению, используя веревки, используя снаряжение спортивное. Такие как жумар, восьмерка. Это что-то сейчас такие слова. Да, ты знаешь, пройти за... Что это? Жумар это что такое? Жумар это подъемное устройство, позволяющее человеку зацепляться за веревку и подниматься вверх. То есть смотри, я правильно понял, есть сходство с веревочными парками, которые мы можем, например, видеть... Жумар то, что окрыляет. Ну, те веревочные парки, они обладают, ну да, в принципе, но там жумары не дают, там дают карабины. Ага, все, понял, это разница, то есть есть. А любой желающий может принять участие? Ну, вообще у нас принимают спортсмены, так как нужно заранее. Но это спорт. Ага. Ну, любой спортсмен может принять участие. Ну, смотри, а чего бы, допустим, мне нужно было начать подготовку, если меня этот спорт заинтересовал? В какой вектор мне двигаться? У нас в Новосибирске порядка десяти клубов, в которые можно обратиться. Два из них, три из них, это Ермак, который находится в ДК Ефремова, в ДДТ Ефремова. Так, детское творчество, да? Да, да, да. Вот. Клуб Искра, который находится... Ну, загуглим, если что, да. Искра, где еще? И КТ, который находится на Абгэсе, в центре молодежного досуга Левобережья. А, Дима, скажи, сколько нужно времени, чтобы полноценно подготовиться и выходить уже на профессиональные трассы? Мне, допустим, с нуля. Ну, я смотрю на тебя и думаю, что тебе достаточно месяца. Ну, конечно. Как хорошо. Ты молодой, задорный, веселый, у тебя еще все впереди, только далеко не убегай, у тебя прямые эфиры по будням, я напоминаю. А, да, точно. Да, Дима, а как лично тебя, когда эта история коснулась? Это же вообще не просто несколько человек собрались и какая-то инициатива, там же все серьезно при поддержке мэрии Новосибирска, да? А кто еще в организаторах этого события? А, в организаторах, как вы уже сказали, мэрия, точнее, Управление физической культурой и спорта, Новосибирское отделение Федерации спортивного туризма России и сам Дом детского творчества имени Ефремова. Сколько участников будет на чемпионате? Ой, каждый раз бывает по-разному. Ну, вот он уже завтра, неизвестно еще количество? Нет, у нас секретарь никогда никому не рассказывает, сколько участников. А, да. Да, чтобы все были в неведении, есть ли у них шансы. А какая мотивация вообще у участников, ну, кроме грамот, кубков, может быть, что-то... Разряды. Разряд, это здорово, кстати, да, можно же повысить, получить чуть выше планочка. А какие вообще есть возрастные группы, то есть, допустим, там, 16-18, 18-23? Сам чемпионат проходит в старшей возрастной категории, это мужчины и женщины от 22 и старше. Вот, но юниоры и юниорки, это от 16 до 21 года, включительно, имея разряд. То есть, второй разряд, если они имеют, они могут тоже принять чаще. А какие вообще критерии есть о получении вот этого разряда? То есть, нужно преодолеть за какое-то время, допустим, определенную дистанцию или... Нужно соревноваться, соревноваться с противниками. Чем сильнее противник, тем больше вероятности, что ты получишь разряд. Даже если ты его не победил, но был к нему очень близок к победе, то тебя наградят разрядом. А соотношение вообще мужчин и женщин в этом виде спорта? Раздельно смотрится. Ну, понятно, ну как много женщин? Больше женщин, мужчин или там примерно одинаково? Девушек больше. Девушек больше. А как ты лично сам считаешь, с чем это связано? Мне кажется, что женский пол больше склонен к физическим нагрузкам. Вот это метафора получилась. Ну, физические нагрузки, это понятно. Но что такое преодоление какой-то вот понятной дистанции по спортивному туризму в закрытом помещении? Это вот когда мы банку с кофе на кухне потеряли. Но это то же самое. У нас быстро включаются поисковые способности. Как часто занимаясь спортивным туризмом, оказывается. Да, да, да. Дима, вообще как ты пришел к этому спорту? Ой, на самом деле это связано с такой грустной историей. Расскажи, расскажи. Я начал... Была одна ситуация в жизни неприятная, и мне хотелось уйти из города куда-нибудь. Не расскажешь о ней, сильно личное? Ну, да, достаточно личное. Я уж... Мне предложили пойти в поход туристический с друзьями, и я пошел, я целую неделю там ходил по горам. Перезагружался как-то. Да. Вот мне было холодно, голодно, но была одна единственная мысль вернуться обратно в город, домой, в теплое одеялко, и продолжать работать. Прям такая перезагрузка произошла, которая мне дала сил преодолеть вот эту вот жизненную ситуацию. Вот эту историю, да? Круто, круто. После нее ты почувствовал себя сильнее, да? Да. И мне захотелось это давать людям. Вот это здорово, да? Дальше транслировать пошел. Да, конечно. Мы уже не в первый раз с гостями, которые приходят в студии Радио 54. Знаешь, Дим, убеждаемся в том, что даже какая-то очень печальная история, случающаяся с нами в жизни, она потом в итоге приводит нас куда-то в очень правильное место. И это в очередной раз доказывает то, что все, что не делается к лучшему, главное в это верить. Правда же? Дим, да ты что-то хотел сказать, я тебя перебил, извини, говори. Да. Все, что не делается, все к лучшему, это правильно. Я считаю, что когда что-то происходит плохое в жизни, это значит еще не конец. Вот. Очень правильная жизненная позиция. Все всегда закончивается хорошо. Да, точно, точно. А вот из всех препятствий, которые ты когда-либо преодолевал в рамках этого вида спорта, спортивного туризма, ну вообще, были какие-то ситуации опасные для жизни, для здоровья? Или когда ты не знал, как правильно себя повести, то, что пощекотало твои нервишки? Да, бывало. Скажи, где это было и что случилось? На, на, нет, в Хакасии. В Хакасии. В Хакасии. Это было замечательное место. Да, мы занимались спелеологией, ходили по пещерам, вот, и мы пошли в пещеру второй категории сложности с неподготовленной группой. Вот, это было прикольно, весело, интересно и очень страшно. Особенно, когда спускаешься в темноту на расстоянии с девятиэтажного здания, там 32 метра было, вот в темноту спускаешься, и ты совершенно не представляешь, что там. А наверху стоит твоя группа и говорит, а правильно ли мы привязали? Вот, утешили, да. Адреналинчик начинает шкалить в этот момент, да? Да. Дима, какой у тебя вообще сейчас разряд на данный момент? По спелеологии второй, по спортивному туризму третий. Это значит, впереди у тебя сколько еще планок? Ну, я не стремлюсь за ними, участвую так в охотку, когда... Ну, а вообще в теориях сколько, вот, какой там максимум, как он называется? Первый разряд или как-то высший разряд? Мастер спорта. Мастер спорта, да? Дима, мы все равно тебе этого желаем. Даже с учетом того, что ты туда не стремишься. Пусть получится. Пусть получится. Разве же это лишнее? Да, ни в коем случае нет. Смотри, Дим, насколько мне известно, в спортивном туризме есть несколько видов, то есть он по типам различается, да? Ты мог бы мне немного подробнее рассказать о том, как это вообще градация выстраивается? Ну, в зависимости от того, кто чем занимается, это пешеходный, это лыжный, горный, спелеологический, парусный. На средствах передвижения, велосипеды, машины и кони. А у тебя получается какой вид? У меня пешеходный, горный. Пешеходный, да? Это дорого. Ну, то есть амуницию все вот это вот приобрести. На самом деле не очень дорого, но каждый же по своему карману сует. Ну, вообще доступно или нужно материально прям сильно готовиться? Доступно. Доступно, да? Доступно. Я просто уже загораюсь в этой идее. Да? Ну, то есть, смотри, если я правильно понял, при бюджете, ну, условно, допустим, я заработаю 40 тысяч рублей, то есть я совершенно спокойно себе это могу позволить. А как часто должны быть вообще занятия? Как часто проходят тренировки? Тренировки проходят 2-3 раза в неделю. Первое. Областное радио.